В этот день в одну из ветеринарных клиник Подмосковья пришла молодая пара с далматинцем на руках. Собака была очень красивой, но напуганной, она не понимала, где оказалась и все время жалась к хозяину, пряча взгляд от сотрудников клиники. У собаки были сломаны три лапы, поэтому ходить она не могла. Наверное, во время прогулки хозяева отпустили ее с поводка, и она оказалась под колесами машины. Собаку осмотрели. Делали рентген. Ветеринар сделал вывод, что лапы Анфисы можно вылечить, но потребуется операция. Лечение собаки в клинике оценили в 50 тысяч рублей. Услышав сумму, владелец собаки сразу же спросил, сколько будет стоить Анфису усыпить. Врач попытался объяснить, то усыпление возможно только при наличии соответствующих показаний, а у Анфисы их нет и убивать здоровую собаку никто не будет, для полноценной жизни достаточно пролечить ее лапы. Хотя хозяева Анфисы и не были похожи на людей бедных, тратить деньги на питомца они явно не собирались, поэтому доводы врача слушать не стали. Развернувшись, пара просто ушла из клиники, оставив собаку беспомощно лежать на полу. У врачей не оставалось выбора, кроме как сделать Анфисе последний укол, но собака смотрела на людей с такой надеждой в глазах, что они не решались действовать. В этой клинике лежало несколько наших подопечных, поэтому врачи решили дать Анфисе последний шанс и позвонили мне узнать, возьмемся ли мы за лечение еще одного животного. У нас собаку оставили, требуют усыплять, чтобы не тратить деньги на лечение. Мы решили вам позвонить, может сможете животному помочь? Не хочу давить, но решать нужно быстро. Я попросил позвонить хозяевам собаки, чтобы они написали отказ, и мы могли взять животное на свое попечение. Врачи не стали медлить. Вечером я позвонил в клинику, чтобы узнать, когда можно записать собаку на операцию, оказалось, что две лапы ветеринар уже собрал, нам осталось только чек оплатить. Третью лапу запланировали проперировать через день, чтобы собака немного отдохнула и набралась сил. Объявить сбор на лечение мы не успели, поэтому пришлось выкручиваться и собирать по сусекам, но чего только не сделаешь, когда речь идет о вопросах жизни или смерти. Спустя неделю я получил видео от ветеринара. Врач не скрывал, что очень доволен своей работой и тем, как идет выздоровление его пациентки. Анфиса на видео не только улыбалась и виляла хвостом, но и крутилась вокруг ветеринара. Заживление идет быстро, и хотя походка у собаки еще не уверенная, она уже может встать на лапы и немного пройтись. Мы очень радуемся каждому ее новому шагу, да и сама Анфиса пребывает в хорошем настроении, ведь история, которая началась так печально, получила хороший конец. Мы благодарны за помощь всем, кто принял участие в судьбе Анфисы и подарил ей шанс на счастливую жизнь.